Сегодня в меню, Наполеон с лимонным кремом. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль, 2 щепотки, тесто. Лимон, 0,5 штуки, крем. Сахар, 100 грамм, крем. Масло сливочное, 50 грамм, крем. Масло сливочное, 400 грамм, тесто. Мука пшеничная, 3,5 стакана, тесто. Желток куриного яйца, 2 штуки, крем. Вода ледяная, 30-40 мл, тесто. Мука пшеничная, 5 столовых ложек, крем. Молоко любой жирности, 800 мл, крем. Наполеон с лимонным вкусом идеально сочетается с горячими напитками без сахара, чаем или кофе. Десерт получается очень нежным, сочным, мягким и вкусным. Главное, пробуйте крем на вкус, рассчитывая количество сахара, чтобы он не показался вам кислым. Подготовьте необходимые продукты. Муку просейте в глубокую емкость, нарежьте туда же холодное масло и всыпьте соль. Тщательно порубите масло ножом, чтобы оно перемешалось с мукой. Затем помните муку с маслом вилкой, превращая в масляную крошку. Влейте ледяную воду и соберите тесто в один колобок. Затем разделите его на порционные части и каждую из них скатайте в колобок. Поместите на 5-10 минут в морозильную камеру. После этого времени извлеките колобки теста из морозилки. Прогрейте духовку до 200 градусов. Каждый колобок раскатайте тонко и вырежьте из него круг, используя тарелку или блюдо. Присыпьте противень мукой и выложите на него раскатанные заготовки, накалите их вилкой. Испеките примерно 3-5 минут до хрупкости и выложите на тарелку. Таким образом испеките и остальные коржи. Остудите их 20-30 минут. Отделите желтки от белков, разбив куриные яйца. Выложите желтки в казан или ковш с антипригарным дном. Белки в рецепте не понадобятся. Сыпьте сахар. Влейте холодное молоко, всыпьте муку и взбейте все венчиком, стараясь не образовывать комочки. Ошпарьте лимон кипятком и натрите с его половины цедру. Выжмите сок из половины лимона. Влейте сок в молочную массу и всыпьте цедру. Перемешайте и поместите емкость на плиту, включая средний нагрев. Помешивайте венчиком до тех пор, пока крем не загустеет. Вмешайте в крем сливочное масло и размешайте его. Остудите крем примерно 30 минут, накрыв его пищевой пленкой. Перемашьте остывшим кремом коржи, выкладывая их друг на друга. Оставьте пару коржей для создания крошки присыпки. Измельчите два коржа и присыпьте крошкой бока торта и вверх. Поместите его в холодильник для пропитки на 4-8 часов. Примерно через 2 часа чуть прижмите десерт, чтобы он лучше пропитался. Украсьте торт при подаче. Придать любимому лакомству новый яркий вкус можно с помощью лимона, добавив его цедру и сок в заварной крем. Торт готовится быстро, но главное – дать десерту пропитаться примерно 4-8 часов на холоде. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах Ютуба. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!